Привет друзья, вы на канале Xiaomi Set. Сегодня героем нашего обзора будет новый флагман Xiaomi 11T. Еще на этапе презентации лично меня он очень заинтересовал и я решила присмотреть его на замену своего прошлогоднего Mi 10T Pro для съемки обзоров. Так что сегодня мы подробно разберемся с новинкой от Xiaomi. Проверим, что за зверь такой Mediatek DMSI 1200 Ultra, как покажет себя турбозарядка на 67 Вт, насколько удачно решение заменить IPS дисплей на AMOLED, ну и главный вопрос, реально ли сила киномагии в камере 11T и станет ли она достойной заменой прошлогоднего флагмана Mi 10T Pro. А перед началом не забудьте подписаться на канал, впереди еще много интересных обзоров и сравнений. Поехали! Не будем тратить много времени на комплектацию, здесь она стандартна для Xiaomi. И единственное, что нас здесь действительно интересует, это зарядка. В коробку производитель положил мощный блок на 67 Вт и обещает, что она способна зарядить смартфон от 0 до 100% за 36 минут. И чуть позже мы это заявление обязательно проверим. Также в коробке вы найдете прочный кабель USB Type-C и простенький силиконовый чехол. Последний, кстати, значительно тоньше, чем в свое время был у предшественника Mi 10T, но на первое время точно сгодится. С дизайном здесь уже интересней, на мой взгляд. В продажу новый флагман поступил в трех цветовых решениях. Лунный, белый, небесный, голубой и метеоритный серый. Ко мне на обзор попал последний и даже в таком традиционном черном цвете оказалась своя изюминка. Стеклянная крышка внешне выглядит как металлическая и красиво переливается. При этом из-за такой необычной текстуры, думаю, будут не так заметны потертости и мелкие царапины, которые неизбежно появляются при использовании без чехла. Но несмотря на текстуру, поверхность глянцевая и, конечно же, отлично собирает отпечатки пальцев. На металлической рамке глубокого графитового цвета с матовым покрытием расположились все органы управления. Качели регулировки громкости и кнопка питания, она же сканер, находятся на правой стороне. Последний, к слову, на нажатие срабатывает достаточно оперативно, но если использовать разблокировку по касанию, пробуждается смартфон будет чуть дольше. Снизу разместился разъем USB Type-C, лоток для двух сим-карт, микрофон и динамик. На верхней грани мы видим второй стереодинамик, ик-порт и микрофон, расположенный в стеклянной вставке. Стоит отметить, что в новой линейке чуть сместили динамики, и теперь при играх и просмотре контента в горизонтальной ориентации они не будут перекрываться руками. И завершим разбор дизайна блоком камер. Он располагается на задней крышке и, на первый взгляд, выглядит более массивным по сравнению со своим предшественником в Mi 10T Pro. Но стоит только повернуть в смартфон, и сразу становится заметно, что из корпуса камер выступает значительно меньше, и позже будем разбираться почему. Далее поговорим об экране. В этом году Xiaomi решила установить в новую серию AMOLED DOS дисплей диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления в 120 Гц с поддержкой Dolby Vision. Звучит уже интересно, но что на деле? Экран действительно передает сочные, но при этом реалистичные цвета с широким диапазоном яркости. Да, светопередача меня здесь особенно впечатлила. В сравнении с моим POC F3 и его хваленым E4 AMOLED, дисплей 11T показался мне даже более насыщенным, ярким и приятным. Также в новинку завезли режим антимерцания. Новость вроде бы хорошая, однако работает он только при использовании частоты в 60 Гц. Так что перед пользователями встает выбор. Либо плавная картинка, либо меньшая нагрузка на глаза. Перейдем к производительности. В базовой версии Xiaomi 11T нас встречает Mediatek Dimensity 1200 Ultra. Процессор новый и на сегодняшний день один из передовых у данного производителя. Это мой первый смартфон на чипсете от Mediatek, и конечно же сразу были некоторые сомнения перед его тестами. Плюс ко всему и работает он в связке с не самой современной оперативной памятью LPDDR4X. Но давайте смотреть, как смартфон показывает себя при реальном использовании. И начнем по традиции синтетических тестов. В хорошо нам известном Antutu смартфон выдает чуть больше 550 тысяч баллов. Не рекорд, но вполне достойный показатель. И с натяжкой его можно сравнить с популярным Snapdragon 860. В троттлинг-тесте при активном режиме Game Turbo за полчаса сильных просадок не наблюдается, и показатели держатся не ниже 80%. При этом процессор особо не нагревается, температура поднимается до 48 градусов и не более. В тестах результаты неплохие, но куда важнее, как покажет себя флагман в игровых условиях. И начнем с моей любимой Call of Duty. За час непрерывной игры на максималках чипсет DMC 1200 Ultra уверенно себя показал в плане нагрева, и смартфон становился теплым лишь слегка. Кроме того, частота кадров в игре стабильно держалась на уровне 60 фпс, так что с этой игрой процессор справился отлично. В Genshin Impact ситуация чуть хуже. Смартфон вполне тянет максимальные настройки, однако уже прилично нагревается и чувствуются небольшие просадки в чистоте кадров. В остальном же, даже такая ресурсъемкая игра в моем случае не заставила смартфон сбрасывать яркость экрана и выдавать предупреждение о перегреве за целый час непрерывной игры, как это зачастую случалось на топовом Snapdragon 888. Так что в целом, чип довольно хорошо показывал себя под нагрузкой, и закономерно, что при повседневном использовании флагман не доставляет никаких проблем. Фрезов и лагов в процессе использования я не словила ни разу. Поэтому, если какие предрассудки касаемо производительности МТК-процессоров у меня и были, то 11Т успешно с ними справился и ничуть меня не разочаровал. На что еще напрямую влияет процессор, так это автономность. В новинку установили аккумулятор емкостью 5000 мАч, а также реализовали быструю 67-ваттную зарядку. И как я уже говорила, производитель заверяет, что потребуется всего 36 минут для полной зарядки смартфона при помощи комплектного блока. Однако в действительности мне потребовалось около 40-45 минут, что в целом тоже отличный показатель. Вероятно, чтобы достичь заявленного показателя в 36 минут, потребуется заряжать смартфон в выключенном состоянии. И, кстати, беспроводная зарядка новую серию снова обделили. Но куда важнее, с какой скоростью разряжается Xiaomi 11T. И здесь немаловажную роль играет энергоэффективность процессора. Поэтому начать мы решили с самого сложного, игра на максимальных графических настройках. Так, за час в Call of Duty смартфон потерял 18% заряда. А вот в более ресурсозатратный Genshin Impact за такое же время ушло около 23%. Далее синтетические тесты, а именно Antutu и тест на троттлинг в течение 30 минут. И здесь смартфон израсходовал 9% и 16% соответственно. Ну и закончим на просмотре видео. За 2 часа YouTube ушло еще 11% заряда. Таким образом, при экстремальной нагрузке смартфон свободно выдерживает около 5-6 часов экрана. При обычном использовании заряда хватает и на 1,5-2 дня. Так что при подобной автономности и скорости зарядки остаться без связи практически невозможно. И раз уж заговорили про связь и звонки, то не могу не отметить два важных момента. Во-первых, это отличный уровень сигнала мобильной сети. По крайней мере в черте города. Xiaomi 11T уверенно держит мобильную сеть в любых сценариях. А во-вторых, это всеми любимый датчик приближения. Новинку оснастили улучшенным виртуальным датчиком приближения и это дало свои результаты. В 11T датчик срабатывает на порядок лучше по сравнению с тем же Mi 10T Pro. Даже если зажимать смартфон плечом под углом, что уже для меня считается победой. Однако до стабильной работы оптического датчика тут все еще далеко. Но перед тем, как мы перейдем к самому интересному, отмечу еще два немаловажных момента. Новые флагманы оснастили двумя стереодинамиками Dolby Atmos. И на мой взгляд звучит 11T чуть получше своего предшественника. Звук более глубокий, плотный, а низкие частоты насыщеннее. Завалов на какую-либо из сторон также нет, так что любители шутеров, где важен каждый звук и его направление, могут спокойно играть без наушников. Вибро оптик здесь также на высоте. Максимально отчетливый и тактильно очень приятный. Здесь явно установлен один из лучших X-осевых вибромоторов на сегодняшний день. Ну а теперь самое интересное – камера. Вся презентация новинки прошла под девизом киномагии. Xiaomi активно продвигала идею потрясающей видеосъемки и отличных фотовозможностей с тройной камерой на 108 Мп. Прежде всего, при знакомстве с камерой меня разочаровало отсутствие оптической стабилизации, которая всегда выручала меня при съемке предметного видео на камеру Mi 10T Pro. Помимо этого, не порадовал и тот факт, что производитель решил установить не самый топовый сенсор на 108 Мп от Samsung. К слову, такой же используется и у бюджетного смартфона Redmi Note 10 Pro, на котором мы уже делали подробный обзор. И так как данный модуль значительно меньше по сравнению с прошлогодним сенсором, закономерно, что и выступает из корпуса он значительно меньше, нежели у его предшественника. Однако, несмотря на все это, камеру Xiaomi 11T неплохо прокачали по софту в сравнении с предыдущим поколением. Днем основная камера показывает достойный результат. Картинка сочная и детализирована. Также порадовало отсутствие каких-либо засветов, чем порой грешат смартфоны при съемке в условиях достаточно агрессивного солнечного света. Здесь же все цвета приближены к реальному положению вещей, ну и конечно же при кропе видно хорошую работу по части детализации. По умолчанию, основной модуль камеры снимает в разрешении 12 мегапикселей, а при желании можно включить режим съемки в полном разрешении 108 мегапикселей. И если сравнить эти два режима, то становится заметно, что 108 мегапикселей имеет лучшую детализацию. Правда актуально это лишь при хорошем освещении. Также хочу обратить внимание на съемку портрета. Здесь сразу же бросилось в глаза, что обновленные алгоритмы перестали сильно сглаживать кожу. Таким образом мы отчетливо видим ее текстуру со всеми ее недостатками. Ну а хорошо это или плохо, судите сами. В ночном режиме детализации к огнем ждать разумеется не стоит, но обновленные алгоритмы здесь дают о себе знать. В разных условиях освещения камера точно подбирает баланс белого, не переигрывает с цветами и грамотно компенсирует засветы. За счет чего любые яркие вывески выглядят читаемыми, да и в целом фото выглядит приятно. Но когда дело доходит до полной темноты, размер сенсора начинает играть ключевую роль. И в сравнении с более крупным 108 мегапиксельным сенсором прошлогоднего флагмана Mi 10T Pro, снимки на 11T получаются значительно темнее и уступают по детализации. Также помимо основного модуля в арсенале новинки имеется 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и телемакрокамера с разрешением 5 мегапикселей. Давайте затестим и их. В случае с ультрашириком дневные снимки получаются неплохими, а угол обзора в 120 градусов захватывает еще больше объектов, при этом с отличной корректировкой дисторсии по краям. По детализации же широкоугольная камера осталась на уровне прошлогоднего флагмана. Ну и мой любимый макро модуль, который позволяет фокусироваться на объекте на расстоянии от 3 см. И в сравнении с предыдущим поколением 10T, макро здесь действительно приятнее. Выбираем ручной режим, максимально близко фокусируемся на объекте и делаем классные кадры. Кроме того, снимать макро на 11T можно и на видео. И так мы подбираемся к ключевому моменту видеосъемки. На основную камеру снимать видео можно в максимальном разрешении 4К при 30 фп. И как я уже говорила, производитель лишил 11T оптической стабилизации. И стоит уповать только на улучшенную работу цифровой. Что ж, днем видео ожидаемо получилось на достойном уровне. Естественная цветопередача, высокая детализация и хороший динамический диапазон. А главное, цифровая стабилизация справляется вполне уверенно и даже работает при 60 кадрах в секунду. Ночью цифровая стабилизация уже начинает слегка смазывать картинку при 60 фпс. Но не так критично, на мой взгляд, как это было у Redmi Note 10 Pro. По итогу, камеру в Xiaomi 11T я вполне могу назвать неплохой для своей ценовой категории, но не более. Все же отсутствие оптической стабилизации и небольшой размер модуля оказались для меня критичными. Впрочем, вопрос, при чем здесь киномагия, для меня остался по-прежнему открытым. Никакой магии по сравнению с предыдущими поколениями я не увидела. В остальном же смартфон получился достойным, учитывая ценник 35 тысяч на Алиэкспресс. Производительный процессор Mediatek с хорошей оптимизацией. Отличный экран, который мне вот прям очень понравился. Достойная автономность с быстрой зарядкой. Добавим сюда еще отличный звук и выбор мотор, и становится понятно, за что производитель просит такие деньги. Но если вы, как и я, уже являетесь пользователем Mi 10T Pro и для вас в приоритете камера, то серия 11T будет не самым лучшим обновлением. А на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх и пишите в комментариях ваши впечатления от нового кинематографичного флагмана Xiaomi. И спасибо за просмотр, пока-пока.